Итак, как мы видим, это ранний отрывок игры, где Айзек попадает на вокзал. Как мы только что видели, это был пример искажения реальности. Который Айзек будет видеть время от времени, так же, как этот горящий поезд. Который Айзек будет видеть время от времени. Айзеку нужно починить этот поезд. Для этого необходимо включить питание. Нужно взломать этот щиток. Используя левый стик, нужно найти переключатель и нажать Х или А, чтобы открыть дверь. Такие моменты будут встречаться время от времени. Используя левый стик. 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 Да! 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 Будьте камни! Продолжение следует... В данном случае Айзеку нужно перебраться к следующему составу, используя двигатели на своих ботинках. Здесь мы даем управление игроку, чтобы он сам смог добраться туда, поворачиваясь от дверей. Мы хотели акцентировать внимание игроков на альтернативных стратегиях уничтожения монстров. Вы сами видели, как для этого использовалась взрывчатка. Можно будет применять и многое другое. Продолжение следует... Сейчас Айзек выпал из поезда. Висит вверх ногами, и ему нужно использовать все свои способности, чтобы отбиться от некроморфов. Оружение наполнено потенциальным оружием, которое можно использовать. Можно швырять предметы во врагов, отстреливать им конечности и использовать их тоже. Не советую в такой ситуации стазис. Также у Айзека есть различные гаджеты и оружие. Это тот момент, о котором уже говорилось. Вам страшно вывести вверх ногами, и все только ухудшается. Что ж, это был небольшой фрагмент из Dead Space 2. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok